Ровно две недели до часа икс для родителей будущих первоклассников. Запись в школы стартует 1 апреля и в этом году есть ряд нововведений. Раньше всего подать заявление можно будет не через портал госуслуг, а по электронной почте. Подробно о том, как родителям определить ребенка в образовательное учреждение, рассказали сегодня на специальном брифинге в региональном Минобре. В этом году запись будет проходить централизованно по всей России в два этапа. С 1 апреля по 30 июня и с 6 июля до 5 сентября. Сначала будут принимать заявки тех, кто живет на закрепленной за школой территории. Приоритетное зачисление в образовательную организацию предусмотрено для будущих первоклассников, чьи старшие братья и сестры уже там учатся. Во вторую волну запись будет вестись без привязки к прописке на свободные места. Самая ранняя возможность подать документы – отправить их письмом на электронную почту выбранной школы. Главное – избежать фальстарта. Вы можете с 00 часов 00 минут 1 апреля направить письмо, заявление на электронную почту школы, приложив все необходимые документы. Те письма, которые придут на почту в 23 59 31 числа, рассматриваться не будут. Также в этом году документы можно будет подать через портал Госуслуг. Но обратите внимание, специальный раздел сайта начнет работу с полдесятого утра. Специалисты МФЦ начнут принимать заявления с 9 утра. Записать первоклассника можно будет и в самой школе. Но тут все зависит от графика работы учебного учреждения. Состояния у школ будут бессмысленны. Они будут бессмысленны, потому что, простояв там всю ночь, вы придете в школу только в 9 утра. К этому времени все, кто захочет подать по электронной почте, уже подадут. И то есть весь этот процесс, вы придете, вы не будете первыми. Вы будете уже где-то в конце, в серединке, по-разному. Поэтому, если вы хотите, нравится этот процесс, конечно, достойте. Но смысла в этом нет никакого. Бесполезно будет и обращаться ночью 1 апреля в школу с вопросами о том, дошло ли до адресата письмо с заявлением. Обработка электронной корреспонденции начнется только утром. При этом в Министерстве образования отметили, что первые приказы о зачислении будут подписаны только в начале июля. Все вопросы, касающиеся процедуры зачисления детей в первые классы, можно задавать в группе Министерства образования Новгородской области, в социальной сети ВКонтакте, а также по телефону горячей линии 50 10 10.